В Адыгее состоялась внеочередная конференция Республиканского спортивного общества «Динамо». На ней рассмотрели итоги деятельности организации и наградили победителей «Спартакиады» по итогам 2015 года. Председательствовал на конференции начальник управления по работе с личным составом ведомства Александр Ермилов. В повестку дня вошел целый ряд вопросов, касающихся деятельности организации и ее кадрового состава. В ходе встречи делегаты также избрали временно исполняющего обязанности председателя Республиканского спортивного общества «Динамо». До августа 2016 года этот пост будет занимать заместитель председателя Александр Леваков. А после в торжественной обстановке состоялась церемония награждения призеров «Спартакиады» общества «Динамо» в 2015 году. В ней принимали участие 15 коллективов физической культуры, представлявшие все правоохранительные органы региона. По итогам года число участников соревнований составило свыше 1300 человек. Соревновались они в девяти видах спорта. Итак, лидером «Спартакиады» 2015 года заслужена стала команда аппарата МВД по Адыгее. Второе и третье место заняли представители вневедомственной охраны и Республиканского управления СИН России. Полиция Красногвардейского района расследовала уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется не только в незаконном хранении наркотических средств, но и организации притона для их употребления. Информацию о причастности мужчины к совершению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, сотрудники уголовного розыска получили в ходе проведения оперативных мероприятий. Полицейские установили, что житель района предоставлял свой дом для изготовления и употребления наркотиков. В ходе проверки оперативной информации в отношении жителя села Красногвардейское при осмотре домовладения были обнаружены предметы, используемые для употребления наркотических средств, а также наркотическое средство массой 9,7 грамм. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть организации либо содержания притонов для употребления наркотических средств и психотропных веществ. Доказательства вины подозреваемого уже собраны. Предварительное следствие завершено и дело с обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд. Полиция ДГИ возбудила уголовное дело по факту грубого нарушения правил дорожного движения, результатом которого стали смерти двух человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19 часов на территории Геогинского района на автодороге Майкоп-Сибай. Водитель автомобиля Лада Приора, 43-летний, житель города Майкопа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 25-летней девушки. В результате ДТП 25-летняя женщина погибла на месте. 51-летний пассажир Лады от полученных травм скончался в больнице. Вы, когда управляли транспортным средством за рулем, вы трезвый были или в состоянии алкогольного опьянения? Чуть-чуть был. Чуть-чуть выпивший? А что пили? Вот. А чуть-чуть это в каком количестве употребили? 300 пили. В порядке статьи 91 УПК России он задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По части 6 статьи 264 УК России Следственным управлением МВД по Адыгее возбуждено уголовное дело.